МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. Сейчас хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. 50-летняя женщина выпала с балкона 10-го этажа дома по улице Мавлютова. В момент происшествия в квартире находились ее родственники и знакомые, но никто из них не видел, как все произошло. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Самое страшное, что в момент трагедии родственники, а также знакомые женщины отмечали юбилей ее матери в той же квартире. А вот сама она ушла в свою комнату, никому ничего не объясняя, шагнула с балкона. Соседи полагают, что явных причин для самоубийства у нее не было. Ну вообще вот женщина была как положительная, понимаете, не пьющая, сразу говорю. Не было такого, приходила там, молочка купить, хлебушка прикупить. У женщины уже двое взрослых детей. Сама она, по предварительным данным, ничем серьезным не болела. Хотя многие из очевидцев уверены, что причиной трагедии могла стать длительная депрессия. Вот я удивляюсь, в чем причина, я не пойму. Вот я не пойму, я поэтому, я в шоке, я кроволова, сейчас выпила, я не могу, я плакать хочу. В личной беседе один из близких знакомых предположил, что причиной, по которой женщина могла решиться на столь отчаянный шаг, стали плохие отношения с пожилой матерью. Сейчас эту информацию проверяют следователи. Крупную аварию устроила пьяная девушка сегодня ночью на перекрестке улиц Сибгата, Хакима и Абсалямова. Тойота протаранила Хионде, вылетела с дороги, снесла несколько секций забора и врезалась в столб. Очевидцы вызвали скорую помощь. Ехать не захотели, что ли, в больницу? Ехать не захотели в больницу? Самой серьезной травмой были у пассажира Тойоты. Медики оказали ему помощь на месте. Виновница ДТП не получила и царапины. По словам очевидцев, она была пьяна. Более того, первым делом, как только выбралась из раскуроченного салона, опять схватилась за бутылку горячительного. Она нетрезвая, да. То есть, ну, как в таком состоянии? Она выпила, после того, как села уже, как врезалась. После того? После того. Нам просто говорят, что она уже была нетрезвая, когда сидела за рулем. Ну, она сейчас напишет, спросит ее. Может, до этого выпила немножко. После этого выпила, она две бутылки сказала. А зачем она выпила? Ну, потому что расстроилась. Первая авария недавно за рулем была. Парова девушка получила около года назад, но за рулем всего несколько месяцев. Отсутствие опыта не помешало, что есть сила давить на педальгаза, обгоняя и подрезая попутные машины. Она, получается, сзади меня ехала, ну, на большой скорости, меня обгоняет и перестраивается на мою сторону. Не успевает перестраиваться из большой скорости. И влетает Солярис. Перед столкновением с автомобилем Хёнде девушка на Тойоте даже не думала снижать скорость, поэтому удар оказался такой силы, протаранив Солярис, японскую иномарку выбрать его с дороги, где она снесла ограждение светофора и врезалась в опору уличного освещения. Я просто не слышала ни визга тормозов, ничего. Люди просто в меня въехали. Я просто ощутила удар, меня вот... Я всё закрутилась, завертелась, меня развернула и... Здрасте. Поначалу виновница аварии не видела смысла в том, чтобы проходить мета-свидетельствование. Но полицейские уговорили её продуть трубку алкотестера. Дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй. Всё, достаточно, спасибо. Собственно, покажите, пожалуйста. Сколько он сейчас? Больше килограммов. Автомобили получили серьезные повреждения. Восстанавливать Тойоту виновниц аварии нет никакого смысла. Пожар произошел рано утром на улице Чехова. Вспыхнул двухэтажный деревянный дом. Постройка уже около года пустует. Жильцы дома переехали в новые дома. Но сотрудники МЧС опасались, что внутри могли остаться люди. В изгорании началось на первом этаже здания. По деревянным перекрытиям пламя очень быстро перекинулся на второй. Хотя спасатели МЧС подъехали через несколько минут, но к этому времени огонь уже хозяйничал по всей площади дома. Три часа ночи услышали хлопки и вызвали пожарных. По словам очевидцев, подобного ЧП они ожидали давно. Как только съехали жильцы, пустующие квартиры облюбовали бездомные. Местные жители по мере возможности прогоняли бомжи, но те приходили снова. В соседнем доме, первый дом, это 24-й дом, там проживали бомжи. И сейчас, наверное, проживают. Там человек 10. Уже неоднократно говорили участком, неоднократно говорили энергосетям, потому что там они самовольно подключаются. В течение часа пожарные полностью справились с огнём. К счастью, после осмотра пепелища никого из людей они не нашли. Скорее всего, бездомные успели вовремя проснуться и выбежать на улицу. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Разбойное нападение на продуктовый мини-маркет произошло минувшим вечером на улице Бокалейной. В торговый павильон забежал мужчина с ножом в руках и потребовал всю наличность из кассы. Заполучив деньги, грабитель убежал, но через несколько минут его задержали сотрудники полиции. Для разбойного нападения злоумышленник не стал выбирать подходящего времени суток. Большое количество прохожих на улице грабителя не волновало. Он лишь дождался, когда из магазина выйдет очередной покупатель, после чего тут же забежал в торговый зал. Он как кассу через холодильник прыгнул, а я тут около холодильника. Касса стою, я же ведь отпускаю, отовариваю. Я дома покупатель пришёл, он как прыгнет и сразу нож вытаскивается. Без маска, в очках, перчатки не обрели, нож только был. А что за нож-то? Я не знаю, как будто кнопка нажимала, и он выскочил. Мне так показалось. В магазине установлены сразу несколько камер видеонаблюдения. Тем не менее, мужчина даже не думал прятать своё лицо. Я говорю, вы что делаете? Он говорит, заднись, женщина, гомонись. Ну, там что-то сказалось, я уж что-то испугалась. Я тут сразу побежала, там у нас тревожная кнопка стоит, тревожная кнопка нажимала. Пока продавец выбежал на улицу, мужчина не стал зря терять времени. Продукты питания его не интересовали. Он сразу открыл кассу и забрал все купюры, чуть больше двух тысяч рублей. Выбежала на улицу, вызывала этот на помощь. Я говорю, идите сюда, пожалуйста, это меня грабит. Мужчины, женщины были, они говорят, мы торопимся, на работу опаздываем, сказали. Даже полицию не вызвали? Нет, никого не вызвали. Мини-маркет оказался оборудован кнопкой экстренного вызова группы быстрого реагирования. Поэтому о преступлении в короткий срок узнали полицейские. Разбойника задержали в ближайших дворах. Все украденные деньги, а также нож, оказались при нем за вооруженное нападение. А теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В набережных Челнах сотрудники отдела экономической безопасности задержали местного жителя, который подозревается в организации незаконного игорного бизнеса. Обнаружить подпольное казино оперативникам удалось не сразу, ведь его владелец устроил заведение в собственном гараже. Чаще всего информацию о таких заведениях оперативники узнают от неравнодушных граждан, а иногда и от клиентов игорных клубов, особенно тех, которые успели проиграть там большие суммы денег. Похоже, что в целях большей конспирации хозяин этой точки решил не арендовать помещение, а разместил казино прямо у себя в гараже. Полицейские получили информацию, что в помещении гаражного бокса располагается нелегальное игорное заведение. Сотрудники полиции установили, что подпольное заведение работало в закрытом режиме. Вход осуществлялся по звонку и только для определенного круга клиентов. В ходе проведенного обыска полицейские изъяли 9 компьютеров, специализированные платы, а также блоки питания. Хозяин незаконного бизнеса уже установлен и в ближайшее время будет давать показания следователям. Закон предусматривает довольно суровые наказания для владельцев подобного незаконного бизнеса. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет, а также крупный штраф в размере 500 тысяч рублей. Впрочем, даже за короткий период своей деятельности они получают значительно большие прибыли, а многие из них и вовсе избегают реального тюремного срока. Полицейские напоминают, что сообщить о нелегальных казино по-прежнему можно совершенно анонимно по телефону 02 и 052. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. У меня на этом все, я прощаюсь до завтра. А далее Сергей Шерстнев и его гость. Тема.